Аплодисменты Аплодисменты Это когда вы в прессу вопросы волнующие слали-слали, ну и некоторые меня в комментариях на ютюбе. А я сейчас говорю вам, таки здравствуйте, и ответы от имени прессы вам же выдать намерен. И как говаривал один международно известный полемист, уже даду. Хотя, конечно, сделать мне это в этот раз получится потруднее, ведь обычно вопросы от вас и даже посылы разнообразием отличались. А сейчас чуть не каждый первый – это перефраз классического фильма ДМБ. В смысле, а могут ли бахнуть? И вот прежде чем общими усилиями не слишком педалировать мысль, что могут, обязательно могут, и не раз, Я вам скажу даже больше. Тут у нас там проблем с показаниями не то, что по будущему, но и по прошлому времени взяло и прорвалось. Ведь на днях другой полемист-международник, до наших дней, к сожалению, доживший, взял и заявил, что в мире было две мировые и обе для борьбы с фашизмом, и обе они, в смысле американцы, выиграли. Причем во второй раз они одной лишь высадкой на наш континент его весь и спасли. Из чего можно сделать вывод? И тоже два. Во-первых, Байден от нашего континента не отстанет, не зря аж спасал. А во-вторых, когда такие люди у руля, стоит ли ожидать спокойного полета по баллистической траектории? А вот чего ожидать, вы спрашивали? Так, Лавров за гранью, я отвечаю. И начну с ответа, пользователю Ютьюба и нашему, даже кажется, постоянному внештатному корреспонденту и собеседнику по переписке Ирине. Решатся ли фон дер Ляйен и Макрон выполнить угрозы, какие звучали в последние месяцы? Это при том, что чего только оттуда в последние месяцы не звучало. На что можно ответить несколькими вариантами фразы «шоб нет тогда». И все они будут в разной степени искренними и верными не до конца. Ведь, с одной стороны, у той же Урсулы на ястребином ее носу выборы в Европарламент. Какие как раз ее партия может не так, чтобы очень выиграть. Потому что она сама утверждает, что только по итогам прошлого года из ее ЕС сбежало в Штаты около 300 ярдов капитала. А за такое под подбородком не чешут. А вот по клюву могут и вломить. Возможно, даже ногами. Да и у Мини-Наполеона, в смысле Маню, тоже срок вполне крайний. А потому не пролезь он в Еврокатку или на пост Генсека какой-нибудь НАТО. Так тут же найдутся во Франции и те, кому до него докопаться будет надо. И потому выполнить угрозу эскалации конфликта, войска там послать или всем позволить поударять своим подшефным, своим гешефным оружием вглубь территории врага, они не очень могут. А бла-бла, что могут, они обязаны. С другой стороны, тот же самопровозглашенный министр ихней обороны и по совместительству убийца-садовник Боррель тут давеча обмолвился, что однозначно согласны дать добро на удары по России, цитата, «полторы страны». И раз Польша подтвердила, что она «да», то не очень понятно, кого Жазеп за половинку «же» в семье евро считает. При этом, даже если взглянуть в самый полный список тех, кто безусловно согласен поиграть своими мускулами чужими руками, но при соблюдении условий, конечно, а это Британия, Канада, Голландия, Франция и Прибалты с Чехией оптом, то видно, что угрожать Москве позволяют себе или очень далекие от места событий страны, или самые недалекие. Так что, если что, готовиться нужно. А то дуракам, как известно, закон не писан. Но с третьей, и с самой главной, тот же Боррель признал, что даже уже ими всеми одобренное выделение 5 миллиардов от ЕС сейчас блокировано семью разными юридическими документами. Более того, один правнук министра в правительстве Литвы образца 41-го года, нынешний министр очень странных иностранных дел, Ландсбергис, подсчитал, что 40% резолюций ЕС по Киеву блокирует один только Будапешт. За что ему спасибо? Ну, спасибо. Кстати, о НАТЕ. Тут Андрей из Минска по телефону обеспокоился. Шольц сказал, что вступление Киева в НАТО не произойдет в ближайшем будущем. А когда это будущее произойдет? На что можно ответить прямо? А Шольц его не знает. Но Турцию в ЕС уже три десятка лет принимают и никак. Вот про три десятка Шольц и бла-бла. А Европа, как известно, старушка. И что-что, а не торопиться умеет. С другой стороны, тут наша любимая премьер-ша Эстонии Кая Калас как-то сказала в интервью, что Путин всеми силами ее на пост генсека не пускает. Так что НАТО пока другими серьезными вещами занято. Понимать надо. О чем Киеву перед юбилейным саммитом в Вашингтоне опять и сказали. А вот Евгений и тоже по телефону поинтересовался не делом войны, а переделом мира. Правда ли, что Россия отказалась ехать на саммит, который пройдет в Швейцарии в июне? И почему так? На что можно сказать прямо? А неправда. Потому что, во-первых, Киев, какой под саммит, шикарную гостишку, популярную у парочек, снял. Москву туда принципиально не звал. А во-вторых, все, кого он туда заманивал, пока тоже ехать как-то не порвались. Ни Индия, ни Китай, ни даже Байден, за чей счет банкет и заказывали. К тому же, после того, как Джон Кирби в Белом доме подтвердил, что именно Белый дом формулу мира Зеленского разрабатывал, зачем ее с Зеленским, а не с Белым домом обсуждать, совершенно не ясно. Зато туда точно приедет кто-то из ООН. Это как раз на неделе подтвердили с формулировкой «приедем понаблюдать». Как будто в последнее время ООН хоть чем-то другим, хоть где-то в мире занимается. Да и «Эстон какая» будет там наверняка, что все вместе как бы намекает. Делать в Москве там нечего и больше России делать нечего, чем от такого не до саммита отказываться. Ну и на финал порция критики в послании от Павла Де, который в Ютьюбе, с моей точки зрения, на все выразил полное несогласие и поинтересовался, чего это я, Лавров, о дипломатии и международных событиях разговариваю. Мол, мне, Лаврову бы, только, цитата, «поселковые темы разбирать». На что я отвечу так. Про то, в чем не разбираюсь, про сельское хозяйство. Ни гу-гу. И вообще, веду себя как вышеупомянутый Байден. Ну, с разбора слов какого я начал. Так вот, он тогда приехал на поминальное мероприятие, речь толкнул, потом убедился, что поминают не его, и уснул. То есть, что от сонного ожидали, то и сделал. Так вот, Павел Де, от меня ответов на международные вопросы ждали, я их и дал, а на другое не замахивался. Разве что скажу о погоде. Жарко в мире. Что да, то да. Поэтому уже ухожу. До следующего раза.